Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире моя авторская программа «Беса год», да, где я обычно гоню беса. А в последнее время, как выяснилось, не только я, но и вся Россия-матушка. И вы знаете, в свете последних событий я, Никита Михалков, выдающийся режиссер современности, да что я рассказываю, вы все это знаете. Так вот, я захотел сделать что-то свое, что-то российское такое, как мы умеем, например, сп**дить премию «Оскар». Это гениально, я считаю. Так сказать, создать евразийский аналог «Оскара». Хотя, знаете, со словом «аналог» у меня лично неприятные воспоминания, да. Поэтому назовем это, ну, я не знаю, «Оскарозамещением» назовем, да. Я просто подумал, ну, зачем нам вот это западное говно, если у нас и своего русского предостаточно. Не, ну, скажите, ну, чем мы хуже этой заморской спилберговщины, а? Ну, не нужна нам их загибающаяся киноакадемия. Нам надо что-то русское, великое. У нас будет свое кино-ПТУ. Гениальная придума, правда? Во-первых, ребятушки, смотрите, мы поменяем название, да. «Оскар», ну, что он не подходит. В нем нет ни буквы «З», ни «В». Улавливайте, да? Поэтому предлагаю назвать эту премию «Никита». Там, правда, тоже нет «ЗАТВ», но там есть «Я», а это само по себе гениально. И, во-вторых, эту премию, эту премию, исключительно благодаря своему, так сказать, таланту, может получить абсолютно любой человек. И неважно, Михалков ты, дочь Михалкова, сын, внучка или там его правнук какой-то. Да пусть даже кто-то из Кончаловских, это абсолютно неважно. Главное – талант. И посмотрите, сколько у нас молодых, талантливых актеров, да. Например, Сереженька Безруков. Он настолько гениален, что может победить в любой номинации. Лучший Безруков. Лучший Безруков второго плана. Лучшая актриса, в смысле, лучший переодетый в женщину Безруков. Лучший фильм с Безруковым. Лучший фильм без Безрукова. И лучший Безруков без Фильба. А? Вот так вот, да. Но на самом деле, не Безруковым единым, как говорится, да. Те, кто писает кипятком по этим американским актеришкам. Да забудьте вы про них. Мы воспитаем таких же еще лучше. Будут у нас свой Брэд Общепит, Сильвестр в столовой, Роберт Гдениппель, Джордж Клумба, да. Бенедикт Кабамбер, Мелс Гибсом и другие звездозаменители. У нас ведь много талантливых актеров. Те же кадыровцы. Это же Кладезь. Кладезь. Какая у них гениальная постановка. Захватывающий спецдефект. Ну смотришь, ну мохнатый шмель. Ты же можно смело переснять «Тихий дон». Дон. А какие фильмы будут у нас представлены? Не побоюсь этого слова, актуальны. Спасти родового не обязательно. Москва в потери не верит. Трое в лодке, а было 545 человек личного состава. Место встречи Чернобаевки изменить нельзя. Фильм про наших пленных соотечественников «Молчание бурят». А? Как вам такое? Или, например, «Утавленные арестованы». Это гениальное кино о двух доблестных братьях-воинах, которые прошли через весь ужас и ад войны, но все-таки дотащили домой стиралку. Кстати, еще одна моя режиссерская задумка. На фестивале вместо приевшейся всем ковровой дорожки наши звезды будут идти по коровьей лепешке. Во-первых, она еще не приелась. А во-вторых, этим мы сразу подчеркнем уровень нашего кинофестиваля. Я, кстати, договорился, за голосование жюри будет отвечать Центр избирком России. Это удобно, ведь победителя мы будем знать заранее. А еще у нас будет приз зрительских симпатий. Люди будут голосовать смс-ки, писать за того или иного актера, а потом все эти голоса пойдут Владимиру Владимировичу на следующих выборах. А, как я придумал. А вот главной наградой премии предлагаю сделать статуэтку «Золотой язык», как символ того, что позволило мне стать любимцем российского политического руководства. И поверьте, ребятушки, эта премия, эта премия будет гораздо лучше у Оскара. Потому что ее придумал я. А все, что придумал я, лучше того, что придумал не я. По-моему, это понятно и гениально. Вот так.